здравствуй любимый зритель ты слышишь алексея халецкого и впереди тебя ждет ффа сериал сидмерс цивилизейшн 6 партия на восьмерых карта пангея и мне выпала корея то что мне позволили взять такую сильную научную нацию говорит о том что в игре кое-что выключено а именно отключена научная победа можно победить культурой религии войной по очкам но только не научно именно поэтому видимо корее мне и досталось кроме того запрещено строить чудеса венецианский арсенал и геликарнатский мавзелей а также принимать верования которые дают плюс 10 к силе войск то бишь защитник веры и крестовый поход а также бог кузнецы который дает 25 процентов производству юнитов античности и древнего мира против меня будут играть япония под управлением гунгла греция перикла которую ведет к победе фантом мапучи под мудрым руководством инвиктуса россия чей лидер one h8 you или айфейте как и все остальные участники тоже планируют победить германия анисея кри со своим лидером биком и ацтеки во главе с колдом игра длинная разбита на серии но прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорбления участников приятного вам просмотра и с городами государствами что инвиз можно все захватывать или опять все свободно можно свободно все сразу раз я дам волю вар мангером ты пришел дать нам волю да и это богатые ресурсы не богатые а изобильные ни один один ресурс в шести экземплярах здорово и это не обсе три тайла местами три местами два а его между тундры и пусты нет смысла назвать на размере чужие мы играем на языке сейчас или подсупенцы и да так может с рабочего замечающего потому что желтая или все-таки неправильно носил эти спрачники лошадки или блин нет спрачников тут тут ничком надо города вначале ставить и пожалуй горное дело не надо будет медь добыть вначале так три еды три еды надо быстро будет расти им тут ресурсы сегодня распреживаться за сборную латвии вольтами выиграли как то странно у меня выглядит пошел сюда потому что еще веечку она было бы перебегать час я построю до этого прачника и уже пойдут до своей действительно вот это озеро позволяет ставить всем четверочка тут например тоже неплохо можно город будет поставить парвар прискакал уже блин не очень женеву я первый нашел здорово научный город но подумай без научной победы но синоника не помешает так один ход ли купить лучше пускай их выше не другое добавится быстрее расти будем любом случае опять ведь тут глюк 5 ходов пока на самом деле переходы на плашке в игре он меня не заметили как мы ровно начали четко без всяких проблем что раньше начинали с проблемами акс если прям собрались все сели и уже буквально у меня за полчаса начали но это достижение что отлично то есть недавно скачки начинали полтора часа и так не начинайте ленчарное дело сейчас ускорим еще играть кто в героя 3 конечно много человек играет там снг финал только что закончился группе типа собирают вообще народ просто сейчас же брат рощ благо постарался и функционал типа с лобби паша так как родной как вообще в теории можно как бы собрать народ в теории можно на любую игру собрать и события создать посмотри но я тебе не смогу сказать точно в основе тут собрались кто в целом ну да я понимаю просто в плане того что мало ли типа заинтересованные люди есть нет артисты спросить так тут какие-то тундры ой тундры алексе картина просто панк понравился сделаю обзор расскажу ну рек у меня дофига корода куда ставить есть слава богу рынка здорово она не надо на горы не обращать внимание у меня тут мой салон не холмы нужны чтобы его поставить гора пофигу так давайте думать в кенджу где я хочу политический район ставите где салон наверное вот здесь салон здесь политический район вот так надо исходить из этого но вырубать леса когда уже магнус будет сидеть 3 ну ладно пускай на производство тут пожалуй медь обработаю потом пойду пшеницу и надо начинать исследовать варваров возьмем и нужен ли мне пантеон что у меня тут ну на плантации например можно на цитрусовые там что то есть какой-то пантеон давайте пробуем взять пантеон все таки не помешает никогда или ту же искру божья для великих людей так и начинаю орошение два хода буквально надо поисследовать вот и варвары он еще и строители дали здорово блин и туда походил на пшеницу надо идти так ну раз мы дали строители можно строить поселенцев тогда еще просто позже фигасе да я тут сейчас развернуть давайте поселенцев реально так 4 на трех жителях ну и тут есть куда расти приветствуем стою надо тут смотреть что у нас ну пока второй город куда-то я сюда поведу я здесь лояльность тут как бы никого нету то есть вот это место моя да тут я оставлю место для города но это поможет просто тут кто-то может быть может занять места здесь никого не придет вы не встретите что так много ресурсов мы играем с изобильными ресурсами поэтому это нормально прощу ход с воротов лично тундре до сих пор никого не встретил кто-то видел варваров да 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 перекличка свидетелей варваров здесь ничьи хороши не открыли обработали апельсинки корень корень украины четыре свиней на две из них на холмах равнины две просто равнины о вот тут кто то нашел тут изобилие надо сюда вести сейчас свиньям завидовать поселенцы я не видел хотя тут за горами с другой стороны но иногда уже изобилием еще на куче что ли минусы по откроем нам их надо срочно поселенцев тут везде клепать и я буду за этими горами где мы встретились хотел бы поселиться со своей стороны разумеется я нам не разведу я уже как бы планирую это делать в ближайшее время я уже как бы планирую это делать в ближайшее время нашим он не про точно мог учиться здоровый инвектус ну давайте город от кого кого тебе я не хотел пить приглашал же недавно в израиль ну израиль пожалуйста ты далеко отсюда нет в трех клетках ну это очень плохо или ты меня опять обманываешь ну одно из двух либо это очень плохо либо я тебя обманываю однозначно обманывать не верь ему никогда я буду по-любому ставить город там где твой развед немножко левее если ты сможешь пройти пройдем прогрызем ся ты же не будешь мне мешать вами ой не знаю так придется мне сейчас рабочих использовать как это видео это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consoleboard.ru Игра не требует вложения средств и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consoleboard.ru, ссылка в описании и не забудьте воспользоваться фразой Лёши играет для получения бонусов. А что, тебе в другую сторону некуда ставить, Города? Ну как ли? Не совсем некуда, есть еще Города поставить. Ну, тебе, ты совсем возле меня? Ну, что, посмотрю, подожди, побегу, посмотрю. Где мой праздничный, там хочу поставить городок, и возможно больше не буду ставить. Ну, в общем, тут кто успеет, тот и поставит. Хотя, с другой стороны, может мне не сюда, а вот сюда ставить. То есть, мне надо тут поставить, раз, два, три. Вот здесь. Мне нравится место. тогда мне его город не особо будет мешаться. Привет. Да, собственно, наверное, наверное, вот тут лучше ставить. Привет. Дальше. Почему нет? Потом летать его город просто захватил. Да, в порядке. Клеток 12. А, стоп, и такая тут милый город. Ну, сейчас посмотрим, если я успею дойти. Подбережем пока рабочего. Давайте армию немножко поднастроим. Не успел выбрать письменно, что ли? А нормально у всех ход переходит? Довольно долго. Да, довольно долго. Ну, как, относительно с другими. Что тут подбережу? Голосчик. Бесплатный японский посылок, и смотри. Забирай. Убивай. Блин. Нафига я строитель стал строить. Броссия, ты где хочешь город поставить? Пожалуйста, где пшеница? Единственное, меня смущает, что тут я больше ресурсов роскоши вообще не вижу. То есть вот цитрусовые, вот оливки. И, собственно, все. А, вот еще тропеля есть. А у этих городов тут нету никаких ресурсов роскоши. Тут нету никаких ресурсов роскоши. Я потом там еще смогу поставить в принципе сверху. Главное, вот эти места занять в сторону мопучи. Всегда занимайте места в сторону соперников. Так, пойдем сразу тут что-нибудь обработаем. создание строителей юнитов ближнего и дальнего боя. Вот это мы возьмем. и настроим. У вас ход начался? Да, у меня начался. Ну, ты что, юнит выбирать не мог. Воина такая страшная этой точке? Спасибо. Если я тут поставлю, он уже тут не сможет поставить. Ему надо будет тут ставить, видимо. А тогда я тут не смогу поставить, блин. надо поселенцев быстрее строить. Или я тут просто поставлю и выкуплю клетку, например, тут. Алексей. Что? Ты куда ведешь своего поселка? Тебе подарить? Точно же с тобой будет опять неприятная ситуация, да? Ну, слушай, это вообще мои места у тебя там. Ты за горами находишься? Я не знаю, почему ты хочешь тут на моей территории что-то ставить. ты находишься за горами, если ты поставишь город вот здесь, то мне к нему будет легко добраться. Понимаешь? у тебя за горами море. Ты ищешь эти горы, я и у меня море. Максимум два города есть. А у тебя в других местах нет ничего? Нет. У меня с другой стороны, как ни странно, тоже море, поэтому я не могу понять, что там у тебя не так. может у тебя вниз тогда есть или вверх? Что вообще с армией? Ну, вот эти два юнита это вся его армия. Ну, в том плане, что у него может быть еще, конечно, скауты. подойду на всякий случай. Скорее, все будет атаковать вначале, но я на город уже бах. Что-то он вообще даже поселенцы не ведет. Так, я предлагаю тебе дальше не идти дуболомом. Или у нас тут проблемы начнутся уже. Ты согласен? Да, я так понимаю, что здесь без проблем на основании ботись. То есть, ты собираешься дальше дуболомом идти, я хочу к себе домой вернуться в принципе. Мы с тобой очень близко, то есть, очень близко. Не знаю, какие могут быть у тебя проблемы, если ты не пойдешь за эти горы. Вот как я могу тебе, я предположу тебе, захочу тебя завоевать. И как мне на тебя нападать и завоевать? Станешь юнитом в проходе в горе и все. Но у меня загорая мне ничего, ты не понимаешь? Эти могут быть проход, можно смотреть. У меня горы, город и море. То есть, я попытаюсь там, но не знаю, я сейчас поставлю в город и у тебя один. Посмотри. Пацарю, ты сказал, хочу вернуться к себе и пошел вверх. Я не ходил еще. поселенцы. тут хорошее место, тут куча лошадей еще, кстати, будет. но, слава богу, никто на него не претендует. Я спокойно поставлю. Мне главное тут город поставить. 1,2,3. И в принципе, я зажму, то есть, ну, сможет Виктус где-то тут ставить город. Еще периодически игра так подвисает немного, Или только не так? Только вот ход полгода идет переход. Выколесница. Ага, вон он где поставил. Все, видите, даже сначала туда повел, именно не сюда. Так вот, все выкупает, да? Да, ну, проблемы, видите, у нас будет смопуча в любом случае. Узря Алексей что зря. Значит, что это навоевать? То есть, мне надо было тебе территорию отдать. Я же твою территорию не забирал эту вещь. Я с тобой не договорить. Подожди, я тебя спрашиваю, о чем договориться. Я не собирался воевать. Я тоже не собирался воевать. Я не хотел своим дуболовом сосить тебе город. Понимаешь, что я не смогу это сделать, Фактически ничего плохого сделать не мог дуболовом. Ну, дуболовом нет, города ставить вот сюда. Это горы, ты сказал, мои горы, нет? Тоже мои горы. Фигуры твои, а то что за горами? Я ж не сказал, что я иду за горы. Ты не сказал, что ты согласен не идти туда. Мне сколько ждать ходов надо было. Я все конкретные спросил информацию о том, где ты будешь. Бежит от меня. Опять от меня это не хорошо. Я не собираюсь нападать на захватывать. Не выходи в золотую гербину. но если ты пообещаешь не ставить город за горой вот здесь, то я готов мир заключить. За какой горой ты имеешь по каждому месту? Ну там, где ты говорил, что там твой этот. Я уже физически там город поставить не могу. Почему можешь? Вот там, оливки, например, ниже оливок, ты можешь поставить город. Нет, я не буду, потому что он мертв. Какой смысл мне там ставить город? То есть ты обещаешь там не ставить города? Ну, не, там я уже ставить не буду, зачем мне там ставить город? Ты у меня заберешь без защиты. Слушай, я тебя спрашиваю, ты обещаешь там города не ставят, зачем я там ставить город? Я зачем ставить? Ты конкретно скажи, я не буду там ставить город и все или нет? Я не буду там ставить город. Все, тогда можем замириться. Биг, а ты далеко находишься? Нет. Странно, таким кругом. Вообще в 6 циве очень фиговый пост файндинг, поэтому я вам не рекомендую по одной клетке хотя бы лучше делать. Вырастим, достроим поселенца. я твоего дуболома атаковал, чтобы скауту повышение получить. Я его типа не собираюсь убивать. Ну что, савон. россия, чё делать будем по поводу твоего поселенца. Хочешь забрать у меня поселенца? По поводу. Ну, он сам ко мне идет, мне кажется. племенные поселенца включены? Первые слетки моей да, включены. Искру божью можно взять. Какая-то небезопасная игра. Бананы, цитрусы, но мне, честно говоря, искра божья больше нравится всегда, потому что дополнительные очки великих людей к кампусу. Тогда Алексей буду ставить внизу к морю. собачка заливается. Раз, два, и улучшаем. Как-то тут стоит, ждет. Ну, неплохо. Вот этот кластер из четырех, то мы разовьемся, и макучу можно будет вынести. Да? Да. Научной победы нету. Типа, смысл сидеть чего-то ждать. Меньше народу, больше кислорода. Я так считаю. Так, ну, я ощущал с этим лагерем разобраться. Так, можно это убирать, производство ставить и потя, давайте плюс пять потяп. У тебя, наверху, Алексей, очень много места свободно. Да, есть у меня место свободное. Это же не значит, что надо было давать макучу сюда доставить города. Города. Раннюю империю ускорили. Количество торговых путей увеличено. так, давайте пока деньги начинаем открывать. Надо уже торрес дель пайна открыли. Да, у меня сверху много лавента первым причем. Много места, там и буду ставить следующие города. Может, кстати, четвертый лучше пока сюда поставить. То есть, это место... А, блин, мне... Нет, мне лошади нужны будут. Хотя, коляски-то можно и так настроить. Коляски можно и так настроить без лошадей. Так что, четвертый лучше сюда ставить, я думаю. Ну, чтобы макуча не подумал лезть. Инвектус, проатакуй коня дуболомом, а я подойду прачниками добью. Не могу дуболомом. Почему? Ты мне лагерь мешал. То есть, у тебя конь прямо рядом с дуболомом стоит в соседней клетке? Нет, у меня с соседней клетки стоит лагерь. Сейчас капище. А, блин, это мой дуболом. Сори. Блин, я... Как я мог своего дуболом с твоим перепутать? Волнуюсься. Очень. Аж ладошки вспотели. Так. Отправим. А скоро у меня тут первые шесть ходов. Ну, тут надо оставить рабочего, чтобы он вырубил лес. А этот пускай идет обработает камень здесь. Зря отжалился нацистый варвар. Три лагеря. Развлечение пополное. То есть, теперь ты жалуешься на большое их присутствие? Добро пожаловать в лагерь. если берут три лагеря с вами. Братья наших красных. Пожалуйста, Алексей, я вижу, у тебя шикарное место было поставить город. На? Вместо канын ты бы поставить между двумя рисами и коровками. Захватывал бы еще и медь, хресинки. Между двумя... Так я там поставлю город, что-то. Там сверху канына ты имеешь ввиду? Да, зачем ты поставил канын? Чем тебе город нужен вообще? Просто только чтобы ко мне отверстили себе. Ну, зря, зря. Не знаю, я считаю, что и так, и так. Чем больше городов поставишь, тем лучше. Так, мне надо убить варвара этим, чтобы ускорить открытие луков. Выполнили задание Женевы, интересно, какое район она хотела, был построен. Стоп, а куда лагерь варваров делся? Слушай, а лагерь варваров что, ты забрал? Да. Ну, блин. Вся, забрал мой лагерь варваров. Хочет дать виток глаз голды, я могу скинуть статью. Давай. Я тут понимаешь, с теми варами разбираюсь, а кто-то сзади подходит к варварам и... ты говоришь дай 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 ты спросил to же классные выходы из лагеря так этих годов да да можно салон все равно устроить блин как бы мне не выйти в нормальную эру сколько ходу в шесть город государства забрал лошади шо что такое чем забавно апельсинку ты моей апельсинки это второй радиус нового города от войны или к 3 апельсинки мои позови на карту в чих они границах так пошли не знаю совсем не хочет дужить зачем дружить с нацист который он собираешься воевать вовом случае так как нету научных победы тут сидеть в развитии играть по моему бессмысленно давайте сюда схожу лучники пошли японец ничего как договариваться будем хочу такое ну территорию делитесь ты город в мою сторону бахнул вещь с рядом бахли в принципе давайте мы ограничимся пока мне нету смысла с ними воевать то все хочу ну вот я тоже я зайду я сейчас бахнут рядом с твоим развиваться собрать я не с армией дум а ты верхней пойдешь ты там сверху например из рыцаря я вам просто часть не разведывал у меня такое ощущение что моим единицам соседом будешь еще раз это я не услышал кстати нет а ты кого-нибудь встретил мне тебе хватило я это я тоже никого не встретил может мы тут дуэльку играем а народ на какой-то другой карте на другом континенте япония есть кто-нибудь за тобой лево вот у кругиных слушая то что у тебя рядом с городом руины были ты их не взял это что такое зачем им нужно мне нужно 1 очков для века только поленки сломил сверху от меня . я может тоже зря их взял кстати блин четыре хода как бы мне теперь не свалится но я савон построил правда уникальное здание так надо юниты тут держать ничего не открывать нигде не ходить тихонечко в тряпочку молчать по моему караван не дает никаких очков эпохи да и четвертый город нет надо все таки тут ставить что опять же лошади нужны тут и наверное не здесь а вот здесь ставить здесь блин все таки дали очки эпохи аллен первая технология новый да ну что поделать не то чтобы это прям совсем плохо но не то чтобы очень хорошо походу надо быстрее вырасти до 4 жителей чтобы центр коммерции можно было строить удовольствия нету монумент может да прямо давайте стрельбу звука открою так пускай тут стоит но надо наверное сбегать в эту сторону другие нации найти ускорим моменты выполнил задание найти другие нации они явно слева сейчас устроим экономику запустим караваны и и будем воевать да я думаю тут лучше ставить уильям апу знаете строителей закончу сядет магнус я буду вырубать тут колеса это будет мне ускорять тут еще правительственная надо сразу трудовую повинность после ранней империи открывать и политическую философию так тут на рост стоит все верно не нормально у меня плотненько четыре города стоят неплохо в принципе мне нравится то есть их разовью тут вот два города хорошо ставится да как минимум варвар бегает недобитый честно женеву кроме чего встретил удалю метку пока не нужно так ну пять против варваров наверно уже нафиг надо производство при создании земледельцев пока может при создании строителей нет просто одно производство лучше да и юнитов хотя каких я собираюсь я не собираюсь отстроить лучников ладно надо подумать так значит магнуса назначаем в кэнджу надо будет виктора наверное в канын назначить пока не вырубаем лес ждем когда магнус приедет напоминаю что магнуса способность первопроходец плюс сто процентов к ресурсам получены благодаря сбору урожая и удалению особенностей ландшафт кстати а коммерческий район я тут не могу ой я могу коммерческий район строить блин мне бы вот здесь его строить на самом деле потому что здесь будет знаете что два вот тут у меня будет стоять ждать магнуса тогда я вырублю на коммерческий район добавлю а потом вырублю и на политический этот так хочется мне фигасе храм артемиды а ты говоришь я там все плохо подрубил и сразу вышел уже обычный век успел амбар пока поставить а он раннюю империю открыл торговый путь на строение до обычный век и ума пуча обычный век ну давайте районы районы кварталы окно и куда варвар делся так этого сюда отправляем строитель центр коммерции салон мы пока подождем монумент может лучше монумент вместо амбара что я пока расти тут не собираюсь ну если у меня нет удовольствия для роста чон джун тоже монумент тут рост хотелось бы так тут все правильно тут все правильно а вообще тут не надо мне расти тут уже ноль довольства больше пяти жителей пока не стоит так тут стоим ждем чего-то а ждем мы когда магнус приедет в кенджу надо убивать да ты же компьютер мне тут советуют ставить мне тут реально больше нравится так можно центр коммерции здесь строить чем мы займемся у нас по армии у меня 90 у виктуса 63 все одного лучника апнул видимо решил что этого достаточно бегает караванчик тут рабочие у нас ждут магнуса а этот рабочий бежит сюда обрабатывать оливу счастье так сменить содержание юнитов пока все оставлю блин не успел виктора назначить виноват вот прошел ой город не поставил блин давай езда открыта ставим город обрабатываем оливу назначаем вик нет подождите знаете что пока виктор рано блин надо было магистику избытков магнусу ну ладно пока будет виктор на всякий случай ну конечно надо было логистику избытков брать для магнуса несомненно так магнус еще не приехал ну давайте амбарда строим два хода здесь территорию следуем здесь ну это наверное сразу центр коммерции тут правда бонусов никаких не будет и и давайте обработку надо железный рудник открыть на всякий случай мечников на всякий случай мечников если что потому что ну может например соперник мечник этих туболомов строить чтобы в мечников выйти давайте посмотрим сколько у него денег непонятно сколько у него денег ну в принципе тогда я правильно надо виктора посадилась он решит мечниками меня атаковать мечниками меня атаковать мечниками меня атаковать в чем же недостаточно жилья отлично у меня тут даже уже этот построен так магнус ну сейчас амбар должен достроиться и тогда я начинаю вырубать сначала тут вырублю для центра коммерции а потом здесь вырублю еще один варвар идет вот где у нас гнездовье давайте лошадей обрабатывать сразу ускоренная обработка железа здорово кстати что у нас по науке ну мапучи отстает то есть он мне в деньги ни в верховую езду не вышел он где-то здесь отлично ну я думаю что и по науке я круче иду но по культуре он да он уже в политической философии видимо давайте смотреть 21,7 у него 9 ну я два салона правда построил у него культура 15 у него 15 у него махенджи дару его одного только туда отправил ну тут тут дуэлька реально то есть в начале дуэль мне надо вынести мапуча потом уже решать проблему вот и первые ученые библиотеки дают плюс одно науке наверное строить библиотеку это здорово отличные ученые для меня как вы понимаете по науке я буду жалко нету научной победы так блин может апнуть в лучниках ой ребята тут уже вышли на прогулку куда-то из своего лагеря не понял что там кого-то захватывают уже ну русский на меня напал тут но я тобой недоволен но я недоволен так или просто тебя захватить х а кто за руку за россию играет все никто не знает за россию играет я я за россию играет а ну начнет захватывает шедем а гунгла да к сожалению играть в три города как-то это совсем печально будет так следить за армией мапучи 59 как было 59 так и остается 59 поэтому как бы в мультике ты виноват лишь в том что хочется мне кушать ну и как и говорю нету научной победы поэтому смысл сидеть ждать чего-то ну собственно ты мой территорию видел я думаю что че 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 ню че а потом можно на олигархию не ответить надо олигархию брать потому что при олигархии плюс 4 боевой мощи в политическом районе иначе с античным потом можно найти олигархи так как-то нагло мою апельсинка украл алексей опять ты к ней возвращаешься я считаю что это война опять варвар да не особо самое время у меня дружба с японцем вообще-то 3 рудника 2 уже совсем отказываешься настойчиво я конечно не буду настаивать ну тут есть над чем подумать обдумаем ученичество пока временно пойду боже неужели кого-то нашел наконец-то еще кроме мапучи мапучи вообще надо душить по моему владенчество чеш вы не воюете и между буквально за три будет понятно чего ты ждешь чего вот он ждет и нет нет жду когда у мапучи золотой век будет чтобы веселее пошло самому золотой на попасть блин вы меньше думаете больше ставить так что-то мне этот скаут очень не нравится варварский математику ускорили район построили здесь рынок здесь повышаем до логистики избытков не хотелось бы конечно мне тут убили проверка армии 45 меньше стало здорово так здесь строим центр коммерции тут сплошной у нас от стек торговать мне с ним нечем по моему они два апельсина или не обратно иметься можно спросить куда-то поселка ты пойму здесь поставить блин у нее тоже есть апельсины даем и в одной клетке между бананами на берегу не на берегу чтобы как виду горе поставить больше некуда мне гор мешает а надо пока все неплохо пока все неплохо значит план уступит у нас так вот ненько достаточно смотрим принял сверх пока никого не здание поселенцев взял это получается море не буду сейчас поселенцев строить в этом может плюс два золота это слева от японии справа от японии внутреннее море два золота пока сверху а вот что мне тут много чуть надо построить допустим не понимаешь просто слева тоже море слева от поленки вот и справа от меня кри на узенькой полоски за горами и за ним кто мапуча мапуча вообще ни одного района не построил похоже буквально полосы и нырин только от стека неизвестный игрок торговца опять же я построил только но имеют эти вот горы коммерческие районы кто-то на пророка идет ну и салон чисто у меня какой следующий ученый озарение для технологии математика но это вот это мне точно не надо что я уже математику а за ниже тоже горы продолжаются гряды ради этой карточки а дальше через пустыню не хочу апать потому что они начнут тогда содержание требовать денег больше нет и не надо мне так кажется слушаться такая налево через тебя уже не пройду что ли все закрыл своими границами или можно еще пройти а ты где стоишь ну где твой военный лагерь ну ты там сейчас уже не видишь меня ну ниже чуть не пройдет печально можно открыть мистицизм и перекупить махенджи дару то есть я возьму на плюс один у меня как раз три тут будет уникальный бонус гонок ваша карта получает полное жилье от воды как если бы все они находились у реки а ну это способность нафиг надо ну перекуплю стану союзником тут открою территорию посмотрю кстати давайте мистицизм откроем то есть я наберу сейчас одного посла так одного за мистицизм поставлю карточку на плюс один к послу открою да чё ты берет на отчет только задумал ну блин у нас с ним дружба как началась через семнадцать ходу только заканчивается варвар и ждет я вообще не представляю что будет к этому времени ну ты не можешь уку выносишь так два посла первый посол ну тут как бы отправляем в махенджи дару блин мне конечно в женеву честно говоря хотелось бы больше что у меня есть библиотека и это будет науку давать нет я просто будешь ну не отваливаться или тут и так тут сезерен давайте в жене лучше вот так отвалится так отвалится разберемся да не если ты берешь и киото и токио ничего тебе не отвалится а ты уже тут понял да ты бы убрал разведчик был еще есть цива крашнулась раксис краш репортер ставьте на паузу сейчас зайду так после очередного краша играем здоровыми от уже компьютер за меня походил юнитами нет нет он просто блин уже походил эти забрал дуболу этот лагерь забрал питер в курсе что это кусок мяса то ничего толкового всё равно не сделает да кожаный мешок не соображает нифига то ли дело я кремниевая машина убийства так найти там варвары недостаточно жилья тут переключена женевых переносит вассальную присягу так здесь пока на производство можно переключить здесь рост здесь рост здесь производство ну тут сейчас я подстаю вот эту фигню тут будет тоже счастье и производство счастье и жилье появится потому что зал для приемов дает плюс одно удовольствие 4 жилья в городах с губернаторами более того мне вообще надо везде губернаторов сажать способность кореи то плюс 10 процентов науки и культуры в городах с губернаторами так что желательно набирать эти очки губернаторов и везде их сажать как минимум поэтому вот за корею тоже неплохо начинать четырьмя городами чтобы они развились а нету вначале столько губернаторов чтобы много городов ставить боже скаут атакует город ничего себе так а тут что скаутом так ну тут конец территории ацтек а может именно там право прохода какую дашь типа чтобы я походил поискал людей а то у нет такое ощущение что мы втроем в этом мире и все ну запутаю щас ну могу дать право прохода тебе мы тут с варварами кто-то разобрался охот не проходит я уже хожу сделки не открываешь еще так говорите у кого там что не работает у меня ход не проходит ну смысл у тебя сейчас какой ход у меня вот переход хода и как бы он пожалуйста подождите и на этом месте у меня все стоит попробую шоу щас подожди щас мы все закончим ходить щас мы закончим ходить щас мы закончим ходить и у тебя сразу сразу через ход произойдет и все и будет все окей это так меня пронесет что-то так на тебя нападает уже столицу город уже как бы захватил ни фига себе уже под столицей да японец у тебя там виктор в киото да киото нет ой не в киото у вас а у японца то можно сандрами смопучи тоже быстрее уже разбираться можно попросить интересно где у него виктора где другой губернатор так кто их кто кто русский достаточно забавно ну для современного русского человека русскоязычного русский там который даже вот 17 веке ну писали по крайней мере о чем они говорили мне не известно да о чем они писали известно пусть он такой немножко не такой это так это церковно-славянский то есть письменно-русский и устно-русский они отличаются по сути два разных языка хорошо давайте к велосипеду вернемся вот ахайм это какое-то составное слово или оно офанайм офанайм хорошо офанайм это какие-то вот состоит из каких-то слов оф оф это оф это как бы движение лететь вот допустим мотоцикл будет оф на оф найм а велосипед офанайм ну хорошо уф лететь а второе слово найм да нет нет ничего такого специфического офанайм ну вот как можно дословно офанайм переводить не как велосипеда то есть дословно прям переводить то что как это будет звучать биг ну чё ходим русский я не могу это слово на русском так вот расшифровать как ты меня просишь нет такого как бы два слова в одном офанайм просто офанайм оф офанайм русские это дружбы и правопроходы это кто германия так там кому не надо отсчитывать войну или вы уже все разобрались сами нет еще я жду когда биг скажет я еще не загрузился так ну у меня написано пожалуйста подождите вот смысл нажми нажми на там где конец хода подожми и ты вернешься в игру все нормально я готов отсчитываю давайте на после 4 3 4 храм артемиды мопучи построен да нет он просто 5 появился думаю вроде строя уже в том что он оставил так здесь пока производство а здесь производство я думаю тут все наверное рабочие они нужны храм артемиды ну мне не очень был бы так еще крутой не церлинки да ну и тут ведь еще два города можно поставить и в принципе тут даже какой-то город можно поставить будет на побережье например ну и надо выносить мопучи план просто на игру дальше или пропали прямо массово потерял но довольно страшно одного потерял не наблюдая юнитов просто был как-то так давно достаточно такой бак там с тем что просто все юниты пропадали да был бак что карта пропадала вообще да вот я я алексей специально для себя залез и почитал есть два значения колеса галь галь и оффен вот оффен это такое как бы тоже значение колеса а афанайм это как бы два колеса то есть грубо говоря велосипед на иврите это два колеса вот мы пришли к тому что все таки придуманное слово на языке на языке подождите подождите два колеса это же бицикл байсикл то есть калька с английского допустим да ну и русский ну и русский тоже как-то там вот это релосипед ну релосипед это я не знаю или латынь или английский нет подожди выбрать разницу между заимствованным словом с другого языка и придуманным на своем языке это все таки разное это калька то есть перевод буквальный ну отлично ну это все равно на этом языке они они заимствовали я так понимаю айхэтью говорил о том что есть много в языке то есть вот он говорит про тюркский я слышал как татары разговаривают например на татарском когда через слово ну там через два-три слова постоянно русские слова какие-то всовываются для тех явлений которые как то есть он же не развивается язык ну потому что на нем там мало пишут мало это современное развитие языка поэтому какие-то современные понятия они просто сейчас супер первый барлы компьютер первый барлы там телефон потому что компьютер русское слово ну то и слово которое неважно русское английское заимствовано так ну это же вообще логично что слова новые появляются там где появляются эти новые явления предметы обычаи с современного быта ты о чем споришь скажи свою позицию просто потерял нить о чем ты говоришь сейчас сформируем современные слова они в первую очередь появляются там где их придумывают соответственно это развитое общество языки страны там где наука двигается вперед или возникает новое явление или же во все остальные языки они переносятся или кликируются или заимствуются так а мы с чего начали разговор про велосипед с того что мы я удивился потому что есть что есть велосипед о они сей вылетел фут так вернулся игрок ну пока тут о что у нас нифига себе шедевр получил реликвию тут за меня тоже будет походить ну я не хочу вообще как ты аж а ты с другой стороны а так же правильно да если ты хочешь помощи то я очень далеко от него то есть просто очень далеко в клетках 15 причем эти клетки еще между нами город государство эти 15 клеток это холмы и леса то есть если я даже вот прям сейчас захочу реально тебе помочь пойду с ним воевать то я к нему приду очень нескоро так что можешь не рассчитывать у тебя же уже есть кавалерия есть но территория такая что я приду очень нескоро да я понял я понял ну кавалерия ты имеешь ввиду всадников я надеюсь а не кавалерию реальную я думал бы в той стороне уже развились да мы уже практически в танке выходим второй ход для рыцарей как бы чуть ли не рекордные сроки немец отдашь при правом проходе так наверно плюс пять уже можно да где ты находишься убирать я нахожусь ну вот у меня различные возьму не я понимаю а не там кавалерия моя территория справа от Москвы я просто вверх так ну ребята киота уже все давай обоюдно я может там тоже пройду да качу ты русский ты смотри ты только берешь бахаешь там город между токио и киото на этом на озере я тебе предлагал поучаствовать да я никак и не могу мне за теплых дружеских отношений ну я думаю все нормально у нас будет с отношениями ты помогал ученичество открыл я тебя услышал театральная площадь нет лишь есть есть что осваивать не хочу пока ничего так давайте каменную кладку и начнем потихоньку рыцарей ну да к суши тут тут город можно рядом с этими камнями если давайте математику еще а потом в треме нет я на место ну в смысле сейчас посту только в рост и начинаем колесницы клепать привет немец тут все я посмотрел хотя может там дальше можно пройти за лавенту типа ну просто крайне ужасно старт поэтому грязь а ты сверх получается я а где тут а это через море а я через море слева да так этого в чунджу перебросим это у меня скаут прокачался на холмы на леса и пробежал через тундру а ты сверху пришел я сверху обошел непонятно то есть это вообще внутреннее море внутреннее внутреннее что-то типа того что и сверху от него ацтека куда мне идти чтобы встретить того кого ты выносишь да я не выношу никого но можешь вниз сходить смотреть ладно тот кого выносит ацтек как ты находишься в какой стороне от него слева от него иди по побережью налево по побережью по побережью я по ну ты его города какие нибудь видишь аскопацалька или тлакопан ты видишь мне кажется я его столицу не вижу я городов я границы вижу то есть я от него слева внизу ну тогда ты вряд ли его столицу видишь так ладно ну тут уже плюс два довольства у меня здорово и я кстати еще до сих пор другой континент не нашел это все один континент у нас блин и ацтек на одном с нами континенте дурость какая-то ну что смогу и в золотой век выйти в этот раз так тут рынок а в кенджу бегал повторно провозим этот кенджу так прокладываем воу озеро редбо неплохое чудо неплохое так что тут с армией у мапучи он нифига не строит мечниками он и не планировал на меня нападать он планировал отсидеться спокойненько вот и думай где виктор я думаю что виктор здесь сидит поэтому мне надо будет нападать на этот город в первую очередь тогда у меня пойдут рыцари отсюда он еще слабее будет тогда отваливаться пойдем туда дальше сколько у нас кодов ага еще дофига а очков мне до золотого века осталось буквально девять что дофига очков может чудо какое построить тогда загляните на console war.ru ну а на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 и